Здравствуйте дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись, на это были причины. В общем ядварь я отдыхал, болел, в общем ничего страшного. Мы продолжаем цикл наших роликов о домашних серверах. Я продолжаю для вас тестировать различные сервисы, у меня не всегда это и вовремя получается. Но в целом я нашел еще одно очень интересное решение, которым на самом деле пользуюсь давно. Я его тестировал в рамках работы с криптовалютами. Для тех кто не знает или может быть я еще конечно не говорил на этом канале, я являюсь сторонником биткоина, мне очень нравится эта технология. Не с точки зрения каких-то инвестиций или там купи-продай подороже, это дело не про меня. Я считаю, что биткоин это моя будущая пенсия. Согласны вы с этим, не согласны, мне в принципе все равно и убеждать я вас в этом не собираюсь. Ну и у меня нет такой цели на самом деле. Но есть прикольные сервисы, которые позволяют сохранить ваши биткоины приватно. Приватность у нас достаточно такой щепетильный вопрос, особенно относительно денег. Поэтому в этом видеоролике я хочу протестировать систему, которая называется Umbrella. Она достаточно популярная среди биткоин-сообщества. И в целом ее функционал очень похож на то, что я уже ранее снимал. Это мини-сервер на базе KasaOS. Очень похожая штучка, очень интересная. Но в этот раз у меня будет, во-первых, другой немножко компьютер. Он будет более мощный, что удивительно для мини-компьютеров. То есть тут десктопный процессор, который можно достать и поставить сюда, например, другой. Но я этого делать, конечно, не буду. Но в целом эта возможность мне очень понравилась. Такие лэптопы можно заказать из Европы, я знаю, привозят. На Авито полно таких решений. У меня есть большая партия их, достаточно. Но я пока не знаю, продавать, не продавать. Тут уж как получится. В общем, в описании в Авито я оставлю ссылку. Сейчас мы предварительно перейдем на экранчик. Ты там еще меня вырежешь кружочком. И я покажу саму систему. Это Umbrella OS. Они предлагают несколько решений. Вы можете установить его на Raspberry Pi. Для тех, кто не знает, что такое Raspberry Pi. Это такой микрокомпьютер. Сейчас он довольно дорогой. Его стоимость порядка 10 тысяч рублей. Просто голой платки. Ну и как бы вам еще в довесок надо купить флешку, какой-то там жесткий диск, корпус. И в общем там выходит довольно приличная сумма. Поэтому ребята из Umbrella OS, я так понимаю, что у них есть свой мини-компьютер, который вы можете приобрести у них на сайте. Естественно, нам, людям из СНГ, такие компьютеры будет трудно достать. Что у нас здесь по начинке? Я сейчас посмотрю. Здесь есть несколько вариантов использования. Допустим, смотрите. Первый вариант это установки на Raspberry Pi. И уже готовый скрипт, как и касса OS для установки на ваш мини-компьютер. Это очень прикольно, очень удобно. Я прям вообще рад, когда есть вот такие удобные быстро разворачиваемые вещи. И здесь как бы описаны минимальные системные требования для вашего мини-компьютера. Здесь у нас получается двухъядерный процессор, 2 гигабайта оперативной памяти и 1 гигабайт свободной памяти, ну там на системном жестком диске. Опять же, из операционных систем у нас Debian или Ubuntu. Но это стандартно. Все производители таких вот систем используют в основном Linux операционные системы. Вот такая вот штука. Здесь вы хостите ваши всякие приложения, связанные с Bitcoin, Lightning Network. Очень много интересных вещей. Я пока не знаю, что конкретно я буду показывать, да, какие-то вещи. Потому что сама Bitcoin-нода будет достаточно долго синхронизироваться. Она будет порядка двух дней синхронизироваться. И на протяжении этих двух дней я буду еще параллельно устанавливать различные приложения, которые мне лично нужны в работе. Но скорее всего это будет Nextcloud какой-нибудь. По-любому, стопудово он мне нужен. Я им пользуюсь. Очень громкая фраза. It's time to take back control. Я тоже с этим солидарен. Пора брать в контроль наши данные. И этим мы сегодня и займемся. И вообще на этом канале мы этим и занимаемся. Здесь вот такой вот мини-компьютер интересный. Здесь у нас 2 терабайта памяти. Дело в том, что блокчейн биткоина сейчас порядка 700 гигабайт занимает. Ну плюс-минус там от 600 до 700. Я точно сейчас не буду вдаваться в подробности. То есть для хранения биткоин-транзакции нам понадобится где-то 600 гигабайт сейчас как минимум. Ну и плюс 2 терабайта. Я надеюсь, что нам этого хватит. Какие приложения у нас здесь могут быть установлены, здесь мы сразу видим. Здесь они сравнивают свой компьютер с Raspberry Pi 4. Те характеристики технические, которые здесь указаны. Здесь получается 16N5105 процессор. Получается он 2,9 ГГц, 16 гигов оперативной памяти, 2 терабайта SSD, 3 USB, Wi-Fi. В общем, сама система Umbrella US и 1 год гарантии. В общем-то, в целом, неплохой компьютер. В зависимости от того, сколько он стоит. А, out of stock. То есть все раскупили. Ну и ладно. Скажу по секрету. Я помню, стоимость где-то порядка 400-500 долларов. Вот эта вся штука стоила. Я считаю, что это прям очень дорого. В общем, вот этот девайс намного дешевле. И я считаю, что он намного производительнее. Потому что здесь стоит Core i5-7400. Здесь можно спокойно увеличить память. Здесь сейчас 8 гигабайт оперативной памяти. Но можем спокойно увеличить и до 16 гигабайт. В общем, в целом, вот здесь больше возможностей. Здесь сейчас стоит 250 гигабайт SSD NVMe. И мы сюда поставим дополнительно вот такой вот SSD-шничек на 2 терабайта. Вот он. Ну, я думаю, что вы уже видели в моем прошлом ролике. В общем, можно начать собирать. Вот теперь точно можно. Так, ну что, мы приступаем к небольшой сборке-пересборке. То есть нам надо что сделать? Нам надо установить сюда SSD-диск. На самом деле он довольно легко разбирается. Сейчас я продемонстрирую. Мы вот так вот убираем здесь защелку. Это двигаем вперед, просто снимая крышечку. Вот. Здесь нас встречает полноценная система охлаждения. Такая вот прям она ноутбучная. Но, кстати, не шумная. Подняв ее, мы здесь видим возможность установки здесь оперативной памяти. Вот. И если видно вам, то есть... Я сейчас попробую закрыть. Здесь вот под этим радиатором я, наверное, сделаю картинку какую-то разобранную виде. Я просто не хочу его разбирать, там, менять термопасту, все вот это вот дело. Потому что не хочется меня этим сейчас заниматься. Он чистенький, хорошенький, обслуженный. Вот. Здесь вот снимается система охлаждения. И там полноценный процессор. Ну, картинку я сделаю. Мне понравилось то, что я могу спокойно откинуть вот так вот крышечку. Вставить SSD-диск и вот так вот сделать, защелкнуть. В целом, как бы все готово. То есть никаких больше пепятств и нюансов нет. Все. Мы все упаковали, закрыли. Компьютер готов. Здесь у нас получается 4 USB-порта сзади, 1 LAN-порт, вход VGA обычный, стандартный и 2 дисплей-порта. То есть здесь достаточно интерфейсов, ну и еще питание. Спереди у нас Type-C или Thunderbolt, я не знаю, как правильно. И еще 2 USB, 2 хода под наушники, под гарнитуры и кнопочка питания. В общем, прикольный девайс. Он довольно такой увесистый. Мне нравится, как он сделан, собран. В общем, HP делает вещи. Приступим к установке, настройке. Я надеюсь, что будет интересно. Присаживайтесь удобно. Погнали. Наконец-то я буду в кружочке. Мне очень нравятся кружочки. Если вам нравятся кружочки, напишите в комментарии, когда лучше всего в кружочке или без кружочка. В общем, мне нравится в кружочке. Так, подождите. Стоп. Delete. Нам надо войти срочно в BIOS. F2 или Delete? По-моему, F2. Оп. Все. Hold. Нет, нам нужен Exit. Мы не туда зашли, на самом деле. Are you sure? Yes. Нам надо BIOS Setup. Мы сейчас быстренько, бегло пройдемся по вообще BIOS. Потому что это очень важно, чтобы у вас тут все работало нормально. Если вы будете аналогичное устройство использовать, может, вы будете и другой мини-пк. У HP немного замороченный BIOS. Он такой, видите, кастомный, немножко не совсем обычный, как мы привыкли. А, вот. Мне надо вправо в Advanced зайти. Во-первых, Boot Options. Здесь у меня стоит очень важная вещь. Это After Power Loss. То есть, если, грубо говоря, там скаканул электричество, все отключилось. И как только на него подается электропитание, он сам автоматически включается. Это очень удобная функция. И еще очень важно. Вот в этой вкладочке нам отключить Secure Boot. Сейчас я покажу, где это делается. Advanced. Вот. Все же здесь, в этом же месте и находила. Secure Boot Configuration. Мы пишем. Мы здесь оставляем, что Legacy Support Disable и Secure Boot Disable. При следующем включении он вас попросит ввести комбинацию клавиш для того, чтобы подтвердить отключение Secure Boot. Я сейчас это демонстрировать не буду. Я думаю, вы разберетесь. В целом, это все самые основные настройки, которые я здесь оставлю. Дальше я просто, наверное, перезагружусь. И мы сейчас клавишей F9 загрузимся с нашей волшебной флешки, которую я еще когда-то создавал себе на моем канале. Есть ролик про это. Boot Menu. А что нету? Где Boot Menu? А он не видит мою флешку. Ладно, мы тогда войдем сейчас в Bio Setup снова. В Boot Options заходим мы. И получается... А, ну у нас, получается, наша флешечка уже стоит наверху. Оставляем то, как есть. Перезагружаемся и ждем, когда она у нас загрузится. Но мне надо было показать на самом деле, потому что люди, если вдруг будут использовать такой компьютер, им надо будет помочь в этом деле. Вот. Все, загрузилась наша классная флешка. Я кинул свой образ Ubuntu вот сюда на флешечку. Здесь у меня и Proxmax, и TrueNAS даже есть. Для вас скоро будет TrueNAS. Вот она Ubuntu. Это Ubuntu. Она LTS-версии. То есть 2204. Нажимаем Boot Normal. Пишет Try to install Ubuntu. Я хочу отдельно на это сделать акцент. Если вы будете использовать, допустим, NVMe диск объемом 2 ТБ. Как мы смотрели спецификации на сайте производителя. У них стоит один диск на 2 ТБ. Здесь у нас стоит два жестких диска. Опять я сказал жестких. Два твердотельных диска. На котором у нас будет храниться система. А на другом я хочу, как я уже говорил, сам блокчейн биткоина разместить. Скрипт, который мы будем использовать для установки Umbrella, не позволяет как-то это все нативно разделить. И поэтому я хочу сразу сделать папочку пользователя отдельно на жестком диске. Чтобы после установки скрипта он понимал, что контейнеры все будут находиться в директории пользователя. Больше ничего нельзя сделать, как я только не пытался. Нигде на сайте разработчика никакой информации нет. Мы начинаем установку. Я вставляю английский. Здесь он пишет, какой нам кеймап выбрать для нашей русской языка раскладки. Точнее, что у меня раскладка русская. Alt Shift для переключения языка. Оставляем ОК. По умолчанию все как привыкли в Ubuntu. В общем, здесь мы выбираем версию пакетов, которые нам понадобятся. Я ставлю Ubuntu сервер. Все, у нас получил адрес. Я на самом деле уже зарезервировал под него адрес на своем роутере. Но я в дальнейшем настройку эту покажу, как я это делал. Нажимаем Done. Прокси у нас никакой не стоит. Он протестирует Location being tested. Mirror Location. Где у нас репозиторий Ubuntu? Сейчас он проищет. Without Installer. Мы не будем сейчас ничего апгрейдить. Здесь у нас разбить диск по умолчанию. Мы выбираем галочкой Custom, пробелом точнее. То есть я перехожу. Нажимаем Done. В целом здесь уже видно, как табличка вся разложена. Здесь в принципе все сделано как надо. Два диска получается 256 гигов. Первый диск и 2 терабайтник нашего Samsung, который мы сюда устанавливали. Первое, что нам надо сделать, это перейти во вкладочку Free Space, добавить GPT Partition, указать объем. Ну я укажу 1 гигабайт, оставлю X4 и Mount, мы сделаем Boot. Это основной момент. Мы нажимаем Create. Следующее, что нам надо сделать, Add GPT Partition и добавить основной раздел, где у нас будут храниться основные компоненты. Это корневой, Root раздел. 236 гигабайт и под Swap нам надо 8, значит 228 гигов мы где-то сделаем. Я думаю, этого будет достаточно. Create, Root Partition, свободное пространство. Мы здесь сделаем формат и выберем Swap. Swap нам необходим, потому что если у нас будет превышать порог использования оперативной памяти, система будет использовать вот этот вот раздел и ей будет это в помощь. Мы нажимаем Create. Отлично. В общем, первый диск мы разбили очень хорошо. У нас здесь все есть. Boot, корневой раздел. И теперь переходим к нашему диску, где будет храниться непосредственно все наши данные файлы. Мы здесь создадим Home раздел. Полностью размер с тем же файловой системой. Нажимаем Create. И в целом все. У нас все готово. Нажимаем Done. Потихонечку переходим. У нас предупреждает о том, что у нас все данные потеряны. Будет мы нажимаем Continue. И здесь, как всегда, у нас предлагает создать имя наше. Так, я сделаю стандартное. Все готово. Done. Про Upgrade спрашивает. Но мы, естественно, все это пропустим и нажмем Continue. Здесь внимательно. Нам надо установить Open SSH сервер. Для того, чтобы мы могли удаленно с вами подключиться. Никаких больше галочек. Ничего нажимать не надо. Нам будет этого достаточно. Он предлагает список дополнительных пакетов установить. Нам ничего здесь не нужно. В целом мы оставляем все как есть. Ничего выбирать не надо. Если вам что-то надо, вы просто перемещайтесь на тот пункт, который вам необходимо поставить. Ну, допустим, в дальнейшем. И просто пробелом выбирайте, что вы хотите установить. Все. Пошла установка. Мы ждем. Наслаждаемся процессом. Смотрим, как это все красиво происходит. И дальше перезагружаемся. Подключаемся к нашему серверу удаленно через SSH. Но уже про это я уже все снял. Там все это вроде даже есть. Мы перезагружаемся. Нажимаем Reboot. У нас установочка завершилась. Он, кстати, просит удалить устройство, с которым мы устанавливали. И нажать Enter. Ну, чтобы произошла загрузка нормальная. Мы сейчас проверим, что у нас все хорошо загружается. У нас встречается снова наш любимый логотип HP. Блин, вообще было бы круто, если вместо HP сюда прям биткоин значок зафилить. Но я думаю, можно, кстати. Может, кто знает, как это сделать. Вот. Все. Мы логинемся. Отлично. Теперь мы продолжаем работу непосредственно с нашего компьютера. Ура. Смотрим, какой адрес у нас получил наша железка. 203 сейчас активный. И что нам надо сделать, это перейти в консоль и подключиться под SSH. Да, нас все устраивает. Мы зашли на наш сервер. У нас все готово. Здесь ничего, никаких дополнительных пакетов не надо. В гугле, вон, переходим на нашу страничку. Сразу отсюда можем скопировать вот эту программу. Скопировать. И сюда вставляем. Он нас просит пароль. Перед отменой еще 10 секунд подождать. Все, пошла загрузка. На самом деле процесс точно такой же, как и при установке кассы ОС. Никакой разницы нет. Вы также вставляете просто ссылку на скачивание скрипта. Он все загружает, сам устанавливает и настраивает. В целом это очень удобно и практично с точки зрения вот разворачивания вот таких вот домашних систем. Вот, все. У нас готово. Мы видим адрес, по которому мы можем перейти. Как всегда нажимаем Ctrl и... Вау, нас встречает вот такая красота. Мы нажимаем Start. Придумаем в себе имя. Ура! Никогда не сохранять. Нас поздравили. И просят нас установить наше первое приложение. А сейчас давайте перейдем в настройки. Мы видим, что у нас 60 мегабайт из 2 терабайт использовано. Показывается здесь использование оперативной памяти. Здесь мы можем включить двухфакторную авторизацию. Поменять свое имя, пароль. И очень интересная вот эта штучка. Это Remote Tor Access. Я пока к этому возвращаться не буду. Потому что у меня это не заработало. Но если мне кто-нибудь подскажет в комментариях. Или кто-то уже разворачивал подобную систему. И кто смог реализовать эту вещь. Так как у нас сейчас торт блокируется в России. Есть определенные нюансы. К сожалению, разработчики не предусмотрели здесь установку своих мостов и прочих вещей. Хотя я бы эту штуку очень бы хотел использовать. Так, ну мы переходим к установке биткоин-ноды. Также все ставится очень понятно и легко. Нажимаем Installing и ждем. Все, у нас биткоин-нода начала синхронизацию свою. Это будет довольно такая продолжительная история. Потому что блокчейн биткоина занимает, как я уже говорил, довольно большой объем. И для этого надо немножечко подождать. Сейчас мы переходим обратно Umbrella. У нас здесь появляется вот такое красивое окошко с установленным приложением. Здесь вот если мы нажмем Manage, мы можем удалять, добавлять. Дальше я сделал небольшой обзор приложений. Но перед этим я хочу подождать, пока у меня синхронизируется биткоин-нода. Ну что, дорогие друзья, у нас прошло несколько дней. Моя биткоин-нода успешно синхронизировалась. Это довольно долгий процесс, потому что история биткоина начинается с 2009 года. Именно тогда был сформирован генезис-блок самим легендарным Сатоши Накамото. С этого момента, с тех самых пор, весь блокчейн у нас теперь находится вот на этой маленькой коробочке. И вот очень прикольно, дает определенные возможности, которые я буду использовать лично для себя. Я не знаю, возможно, вам и не будет это очень сильно полезно. Потому что сам дистрибутив Umbrella, он вышел довольно давно. Изначально он, конечно, ориентировался на криптоэнтузиастов. Но сейчас, благодаря тому, что в него добавлено очень много приложений, так же, как и в KassOS, они очень удобно здесь управляются. То есть вы можете удаленно с компьютера это все делать. Вы можете удаленно с телефона подключаться. Здесь вкладочка Bitcoin Node. Мы видим, что у нас здесь полностью 100% синхронизация. Мы видим, что каждые 10 минут приходят блоки. Майнеры добывают наш биточек. Мы его покупаем. Здесь мы можем сразу подключать кошельки различные. Здесь есть инструкции дополнительные. Вот как форум Umbrella. Здесь гайд небольшой. Может быть, кстати, я переведу эти гайды. Если в комментарии вы напишите, что вам это интересно, я расскажу, как подключить свои кошельки к своей ноде. Это очень такая важная щепетильная вещь в плане приватности. Именно поэтому я и для себя это и разворачивал. Еще здесь прикольное приложение, которое, в принципе, можно было бы поставить, наверное, и отдельно, как Docker. Lama GPT. То есть это аналог чат GPT, который будет работать и непосредственно на вашем сервере. То есть вам не нужен какой-то чат GPT, какие-то VPN. Еще у вас есть собственный голосовой, ну, не голосовой, а вообще помощник, который с вами будет взаимодействовать. Новый чат. Что спросить у него? Сможет ли он по-русски ответить? Потому что половина интерфейса на русском, половина на английском. Но в целом, даже если он на русском не может отвечать, это не страшно. О, ответил. О, кстати, загудел. Загудел. О, смотри-ка, я его напряг. В общем, друг немножечко призадумался. Конечно, ему сложно. Он сейчас думает, как нам ответить на этот вопрос. А параллельно, я думаю, что еще можно попробовать. Здесь вот есть такая штучка, как Remote Tor Access. У меня уже было много роликов по поводу удаленного доступа. Здесь мы получаем доступ непосредственно из Tor-сети. Я думаю, многие из вас, особенно с последними событиями, знают, что такое браузер Tor, что такое Tor-сеть. Единственное, у меня так и не получилось завести вот эту штучку. Я несколько вариантов попробовал. Сейчас я попробую вот еще раз. Сейчас мы подождем. Как нам ответил наш товарищ? А, вот. Он ответил нам на английском. Я, наверное, не буду все это комментировать, потому что my English is not very good. Но в целом видно, что эта штучка работает и очень прикольно. Вот, отлично. Все. Мы получили с вами доступ из Tor-сети. Но для этого мне пришлось с помощью своего роутера завернуть весь трафик в VPN-сеть. У меня, на самом деле, немножко хитрый сейчас интернет дома. Я поставил роутер, который мне точечно обходит блокировки. То есть он не весь трафик направляет в заблокированные ресурсы, которые мне, допустим, нужны. Которые у нас в Российской Федерации сейчас заблокированы. А частично. То есть это удобно, потому что если настраивать VPN на роутере, и тогда весь трафик идет в VPN, это не очень комфортно. Во-первых, это нагрузка на роутер большая. А во-вторых, это очень снижает скорость интернета. Чтобы Umbrella работал хорошо, я с помощью правил Firewall направил весь трафик непосредственно в VPN. И после этого у меня заработала вот эта штука. Классно. Мне кажется, это очень прикольно, что у меня теперь из Тор-сети я могу получить доступ. Единственный момент, наверное, здесь есть еще классная штука. Это включить двухфакторную авторизацию. Все-таки Тор-сеть это, так скажем, нижний интернет. Там много всяких вещей непонятных происходит. Поэтому, чтобы обезопасить свой сервер, лучше, наверное, включить факторную авторизацию. Сейчас я этого делать не буду. Ну, в принципе, это делается с помощью Google Аутентификатора. Я думаю, каждый из вас знает, как им пользоваться. Давайте еще раз пройдемся по основным приложениям, которые я буду использовать непосредственно на этом маленьком зверке. Это браузер Firefox. Ну, допустим, если мне надо будет проверить какие-то там настройки, еще что-то сделать. Вот я здесь тестировал и проверял, как мне выходит адрес моего интернета. Ну, то есть, как бы, весь ли трафик направляется. Следующее это J.L.Finn. Я скачал тренировки себе по йоге, сделал для них отдельные папочки, настроил клиент у себя на телевизоре с помощью Android-приставки. И у меня вот здесь есть пару тренировок, которые я делаю с утра. Дело в том, что если включать YouTube, он там очень много рекомендаций, все засирает, постоянно отвлекает, чтобы не расфокусировалось внимание. Я запускаю J.L.Finn, включая тренировку, и все, и классно. Вот, также его можно использовать для скачивания фильмов. Я знаю, вы у меня знаете, какие ресурсы для этого надо использовать. Для этого можно использовать Qubit Torrent. А для того, чтобы скачать видео с YouTube, здесь есть классное приложение MiTube. Вот, здесь вы просто вставляете ссылочку, и вот, в общем, он скачивает вам прямо непосредственно на ваш сервер. Я считаю, что это очень удобно, прикольно, вот, и классно. Ну что, если бегло еще, здесь есть TailScale. Ну, мне он, если честно, сейчас уже не актуален особо. Но все равно, как бы, возможность это есть. Также есть Syncfine. Я его, о нем рассказывал в ролике про CASOS. Это небольшой такой синхронизатор. Работает, в принципе, похоже, как NX Cloud, но немножко другая схема. И здесь я синхронизирую небольшие файлы, свой Obsidian Vault, то есть, это специальное приложение для заметок, и оно синхронизируется у меня с помощью вот этих вещей. Ну, и плюсский паз, база данных, в общем, тоже очень удобно. И очень интересная штучка, это RoboSats. Вот, наверное, функционал я его сейчас не буду вам тоже показывать, потому что довольно... На этом, я думаю, надо выделить отдельный ролик. Вот, но в целом, это децентрализованная биржа для покупки биткоинов, так называемые Satoshi. Это очень удобный инструмент, если вы хотите приобретать биткоины анонимно. Больше я ничего пока ставить не буду. Здесь есть удобный App Store. Вот, в основном, конечно, у нас, как я уже и раньше говорил, это ориентировано на криптовалютных энтузиастов, да, в основном и тем, кто работает с биткоином. Здесь очень много приложений на этот счет. Здесь еще есть различные подразделы, так скажем, да, там биткоин, файнанс, медиа. Вот отсюда именно я скачал J.L.Finn. Возможно, я какие-то вещи буду еще рассказывать, тестировать, потому что здесь очень много есть вещей полезных для непосредственно использования селхост решений домашнего. Из нетворкинга здесь у нас очень прикольное приложение, это Remina. Это удаленный рабочий стол, вы можете подключаться к своему компьютеру, прям непосредственно своего сервера. В общем, это классная штука. Те, кто захочет установить себе такую систему, обязательно потестируйте. Вообще, изначально она создавалась для Raspberry Pi, ну вот я решил поставить себе вот на компьютер, так сказать, обычный. В общем, дорогие друзья, я надеюсь, что этот ролик был полезен. Мне очень важна обратная связь, как всегда, и обязательно поставьте лайк. Вам этого ничего не стоит, для меня это очень приятно. Обязательно напишите комментарий, интересно ли вам вообще такие системы, потому что их сейчас очень много. Мне много кто пишет в комментариях, я беру информацию оттуда. Поэтому оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылкам внизу. Сейчас я немножко форматирую свое взаимодействие с публикой и с вами, поэтому основная моя деятельность сейчас ведется именно в Телеграме. В ВК оказался не очень удобным, хотя вы и туда тоже можете подписаться, чтобы оставлять там свои донейшены и прочие-прочие вещи. Основной движ у нас сейчас вот в Телеграме. Мне нужно набрать там 200 подписчиков, чтобы я мог формировать определенные подразделы. Ну, в общем, если вы подпишетесь, будет очень классно. И я постараюсь больше выкладывать контента, именно текстового, чтобы вам было удобно не только смотреть видео, но и по тексту реализовывать какие-то свои штуки прикольные. В общем, всем мир, пока!